Активистам, которые протестовали против строительства жилого комплекса «Эко-Ёлка», стали поступать угрозы. Об этом нашим журналистам рассказали сами общественники. Некоторым нанесли визит вежливости со странными письмами от компании-застройщика. Подробности у Александра Полуева. Олег – общественник. Вместе с другими активистами несколько месяцев назад попытался выяснить, есть ли у компании «Эко-Ёлка» разрешительные документы на строительство жилого комплекса «Комфорт» на Карла Липнихта, неподалеку от очистных сооружений в Черноморке. И вот недавно многим участникам акции под жилым комплексом стали поступать угрозы. Побьем, отрываем голову, ноги подрываем, чтобы больше там не появлялись. Приезжал, ну как вот сказали, что там вроде замдиректора, я конкретно не видел, ну вот люди, к которым приезжали, сказали, что это было вроде как замдиректора. Вот. И с ним, да, на автомобиле «Лексфуллджип». Вот. И с ним был прораб этой строительной компании. Помимо угроз устных, стали поступать письма со странными требованиями. Она требовала письменное пояснение, говорит, претензии к эко-елке. Какие? Ну вот здесь четко все указано. И привели две статьи, что, говорит, бабушка испугала, говорит, как это, говорит, чтобы меня на 20 лет посадили. Строительная компания «Эко-елки» администрация, от них пришло письмо, там, где было все указано. Мы, конечно, сразу отреагировали, поехали к прокурору района, прокурору, к начальнику милиции, от общества, от активистов наших. Мы составили вот это вот заявление, вот смотрите, где оно, вот каким числом отмечено, что мы подали заявление и просим, чтобы нас защитили. Активисты говорят, их требования к эко-елке простые. Я приезжал, приезжали представители общественности поселкового совета. Цель и задача одна – выявить, если там действительно есть документы, то пускай их покажут. Если их нет, то, значит, эта стройка должна прекратить свое существование. Однако про разрешительные документы не слышали и в прокуратуре. Прокуратура Видеопольского района была проведена проверка и установлена, что на территории Таировского сельсовета осуществляется строительство многоквартирных домов на земельном участке, который не предусмотрен для такого строительства по целевому назначению, поскольку эту землю можно использовать только по строительству складских помещений, и она находится на пересечении инженерных сетей плюс в зоне выброса загрязняющих веществ. То есть, также это строительство осуществляется без каких-либо документов, правоустанавливающих, разрешительных документов. То есть, это было подтверждено также и проверкой инспекции архитектурно-градостроительного контроля. Напомним, что ранее суд вынес решение демонтировать еще недостроенный жилой комплекс, а правоохранители открыли уголовное производство за мошенничество и за продажи квартир без законных на то оснований.